Здравствуйте, меня зовут Гульнар Ахтамовна, я фамилия Блуха-Лександа, я из стенка автора неонтологии, кандидат медицинских наук. Тема нашей сегодняшней лекции – постасфиксический синдром новорожденных. На предыдущей лекции мы с вами проходили, что такое асфиксия новорожденного и реанимационные мероприятия. Давайте вспомним, что такое асфиксия новорожденного. Но это патологический симптомокомплекс, который характеризуется нарушением или отсутствием дыхания. Какие причины приводили к асфиксии? Вы знаете, что в антинатальном периоде, интро- и постнатальном периоде были причины, которые приводили к гипоксии плода. И самое основное в патогенезе – это степень тяжести перенесенных асфиксий. В зависимости от этого развивается полиорганная недостаточность. Очень важным патологическим симптомом является поражение центральной нервной системы. Гипоксия мозга реагирует сразу на недостаток кислорода и проявляется в форме гипервозбудимости, отека мозга, внутричерепные кровоизлияния, судороги, внутричерепная гипертензия, и гипоксическая ишемическая энцефалопатия, ГИЕ. Мы уже говорили, что развивается полиорганная недостаточность со стороны легких. Синдром аспирации мекония. В норме мекония в околоплодную воду не выделяется. Только выделяется тогда, когда у плода развивается тяжелая форма гипоксии. Тогда идет расслабление сфинктеров и выходит в околоплодную воду мекония. Вообще, по характеру околоплодных вод можно судить о состоянии плода, о его перенесенном заболевании. Например, мы знаем, что в первую очередь, какая должна быть вода чистая, околоплодные воды, они бесцветные и без запахов прозрачные. Если присоединяется мекония, мы уже говорим, что это гипоксия плода. Если околоплодная вода желтого цвета, мы подозреваем гемолитическую болезнь плода. Если он рождается с грязными околоплодными водами, со зловонным запахом, то мы говорим о том, что у плода была внутротробная инфекция. И если у него боды с примесью крови, это говорит о том, что произошло кровотечение. И, конечно же, вернемся к меконию. Мекония – это не инфекционного генеза, но он вызывает химическую реакцию. И когда при проглатывании околоплодных вод с меконием может произойти аспирационная пневмония. Вторичный дефицит сурфактанта может развиться в результате гипоксии плода. Вы знаете, что сурфактант способствует расправлению легких. Он вырабатывается альвеоцитами второго типа. И в норме он во время родов, его вырабатывается, как стрессовая ситуация, в большом количестве. Но когда идет гипоксия, возникает дефицит сурфактанты. И легкие, естественно, не раскрываются в полном объеме. Может развиться лекочная гипертензия. И как тяжелое осложнение, это осложнение гемостаза, геморрагический синдром, кровотлияние, ДВС-синдром. Острая почечная недостаточность развивается при тяжелой гипоксии плода. Кроме этого, страдает сердечно-сосудистая система. Может выявиться патологическое шунтирование. У ребенка появляются шумы в сердце. Нарушается кровоток крови через кровеносные сосуды. Гиповолемия, гиперволемия, которая проявляется бледностью кожных покровов, повышенной потливостью, холодный пот, пульс нитевидный, брадикардия или тахикардия может быть. Ишемические некрозы, миокарды и нарушение ритма сердца. Стороны желудочно-кишечного тракта, функциональная непроходимость, некротический энтероколит, дисфункция печени. Шкала гипоксической и шимической энцефалопатии. Энцефалопатия сомната для новорожденных. В зависимости от степени тяжести перенесенной гипоксии, у новорожденных может развиться энцефалопатия разной степени. При первой степени мы видим клиническую картину, соответствующую гипервозбудимость, широко раскрытые глаза, отсутствие сна, ребенок беспокойный, гиперэстезия. Судорог нету и клиника проходит в течение 24 часов. Это легкая форма. При второй степени у ребенка может развиться ступор, снижение тонуса мышц конечности или туловища, сниженные рефлексы черепно-мозговых нервов и, возможно, судороги. При более выраженной гипоксической и шимической энцефалопатии третьей степени ребенок находится в состоянии кома, угнетение дыхания или апноэ, отсутствие реакции на раздражение, полигея конечности, атония мышц туловища, угнетение или отсутствие рефлексов черепно-мозговых нервов, уменьшение сложных рефлексов и глубокие изменения на ЭГГ. Вот такие тяжелые осложнения, связанные с гипоксией. Но и родовые травмы, они также занимают немалое место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности среди новорожденных. Что такое родовая травма? Это травматизация плода во время родов. Выделяет родовую травму и механическое повреждение плода, а также внутричерепную родовую травму. В родовые травмы и механические повреждения плода входят в повреждения черепа, позвоночника, других костей, мягких тканей, внутренних органов. А внутричерепную родовую травму – повреждение центральной нервной системы. Какие факторы способствуют развитию родовой травмы? Это недоношенность, внутридробная асфиксия, быстрые, стремительные или затяжные роды, диспропорции между размерами таза матери и головкой плода, аномалии положения плода или предлежания плаценты, неквалифицированное выполнение акушерских пособий в родах. Различают родовую травму, повреждение головы и черепа, родовую травму и повреждение позвоночника, мы уже говорили, что родовая травма и повреждение других костей, повреждение мягких тканей, внутренних органов и повреждение нервов. В структуре заболеваемости, в зависимости от того, какое учреждение, как квалифицированное ведет акушерскую помощь и от состояния плода, то различают переломы ключицы. Наиболее чаще встречающая патология, она занимает 51%, кефалогематома 34%, паралич плечевого воспреждения 5%, паралич лицевого нерва, перелом плеча, лучевого нервного внутренних органов 1%, и менее 0,5% это вдавление черепа, перелом плеча и перелом бедра. То есть из наиболее чаще встречающих это перелом ключицы. Родовая травма и повреждение головы и черепа. Вот родовая опухоль. Она характеризуется отеком и кровоизлиянием в мягкие ткани, предлежащих частей. При головном предлежании родовая опухоль может определяться на затылке, теменной и лицевой части. Клиника. Родовая опухоль мягкой консистенции, безболезненно, на ощупь. Отечность распространяется за пределы шва, может распространяться. Кровоизлияние вместо отека. Иногда наблюдается кровоизлияние в конъюнктиву или сетчатке глад. Родовая опухоль рассасывается, как правило, через 2-3 дня после рождения. Вот вы видите здесь родовую опухоль. Кефалогематома. Это подноткостное кровоизлияние, локализующее в своде черепа, возникающее вследствие давления и смещения ткани и костей черепа во время родов. В начале гематома малозаметна, а через 2-3 дня в дальнейшем начинает увеличиваться. Родовая опухоль, это отек, продлежащий ткани, а кефалогематома, это подноткостное кровоизлияние. Теперь же по клинике смотрим. Опухоль чаще односторонняя, реже двухсторонняя, не выходит за пределы костей. Локализуется чаще на теменных костях, реже на затылочной и лобной. На ощупь мягкой консистенции, фликтуирует, имеет широкое основание, в окружности ее определяется плотный валик. П. Рингены исследования костей черепа, утолщение губчатой ткани, с конца второй недели жизни гематома начинает кальцибивираться. Бесследно рассасывается через 6-12 недель, а иногда костные наросты остаются у детей в течение нескольких лет. Осложнением при массивных кефалогематом может развиться анемия, гемолитическая желтуха, нагноение. Основные принципы. Это кефалогематома не требует специального лечения, за исключением света лечения в связи с гипербеллирубинамией. Если кефалогематома переходит границы кости, возможно это является следствием перелома костей черепа. Вот вы видите здесь большие кефалогематомы, они бывают малых, средних и больших размеров, односторонние и двухсторонние кефалогематомы. Травмы костей черепа. Происходит в результате сдавление костей черепа в родовых путях, при стремительных родах, узком тазе женщины и родоспоможением акушерскими щипцами. Разключают линейные переломы, встречающиеся чаще протекают бессимптомно и, как правило, не требуют специального лечения. И вдавленные переломы, они возникают в результате длительного сдавления костей черепа во время родов, при узком тазе женщины или при энергичном наложении акушерских щипцов. Клиника вдавленных переломов костей черепа. Кошли покровы над костными вдавлениями обычно не изменены. Отмечается вдавливание лобных, теменных или височных костей, в виде желоба, ложки или воронки. Функциональных и внутричерепных расстройств, как правило, не бывает. Вот вы видите здесь вдавленный перелом кости черепа. Родовая травма и повреждения позвоночника. Родовая травма и повреждения позвоночника проявляются растяжениями, вывихами, разрывами позвоночника или связок спинного мозга и его оболочек, корешков, отрывом тела позвонка от диска. В случаях тяжелой травмы позвоночника образуется массивное кровоизлияние в окружающей ткани. Отмечается разрыв оболочек и размножение вещества спинного мозга. Переломы позвоночника чаще всего локализуются в области пятого и седьмых шейных позвонков. Клинические проявления зависят от наличия и массивности кровоизлияния, отека, кровоизлияния и степени повреждения и сдавления спинного мозга. Клиника. При повреждении верхней шейного отдела спинного мозга у ребенка могут отмечаться поперхивание при глотании, снижение небного и глотачительных рефлексов лоточных, нарушение дыхательной и сердечной деятельности. При повреждении шейно-грудного отдела спинного мозга вялые параличи верхних конечностей. При повреждении грудного отдела спинного мозга вялые параличи нижних конечностей, нарушение функции тазовых органов. Прогноз чаще бывает всего неблагоприятный. Родовая травма и повреждение нервов Повреждение нервов может иметь центральное или периферическое происхождение. Наиболее чаще встречается паралич лицевого, диафрагмального и нервов плечевого сплетения. Клиника пролеча или параза лицевого нерва по периферическому типу. Веки полностью не смыкаются. Сглаженность носогубной складки на стороне повреждения. Рот при плаче оттягивается в здоровую сторону. Прогноз обычно благоприятный. Восстановление нарушения функции восстанавливается к 2-3 месяцам. Вот вы здесь видите сглаженность носогубного треугольника. В сторону незакрытия полностью глазки не закрывается. И в здоровую сторону тянет угол рта. При параличах плечевого, порезах плечевого сплетения наблюдаем опущение плеча, вот как у малыша. Вялое свисание верхней конечности. Это симптом кукольной ручки. Рефлексы вялые. Мышечный тонус снижен. Восстановление в течение нескольких недель, но иногда до полутора лет. Лечение специализировано с последующим динамическим наблюдением невропатолога. Внутричерепная родовая травма. Самая сложная. Вы видите здесь детей, которые остались после внутричерепной родовой травмы. Конечно нарушение психики и физического развития. Факторы риска развития повреждения ЦНС. Это гипоксия и асфиксия плода. Антинатальная гипоксия развивается вследствие заболевания у матери. Интранатальная гипоксия развивается во время родов. Механический фактор. Это сдавление головки плода при стремительных родах. Ягодичное продержание. Неправильное положение акушерских щипцов и вакуум экстрактора. Патология сосудов плода. Особенности свертывающей системы. Вот видите ребенка, который находится под наблюдением. У него мониторинг проводится. Кислородная терапия. И он в тяжелом состоянии. Схема развития патологического процесса при внутричерепной родовой травме на вооруженном. Патология беременности. Мы уже говорили, какая патология может быть. Нарушение маточно-плацентарного кровообращения. Ведет к нарушению гемодинамики и гипоксии плода. Выделяют следующие периоды течения заболевания. Это острый период. Он длится 1-10 дней. Ранний восстановительный период с 11 дня до 3 месяцев. Поздний восстановительный период с 3 месяцев до 1-2 лет. И период остаточных явлений после 2 лет. В клинике различают в остром периоде. Дети пассивные, малоподвижные. Подолго лежат широко открытыми глазами. Взгляд напряжен. Периодически тихо, протяжно стонут. Вяло сосуд, плохо глотают. Резко снижен мышечный тонус. Отсутствуют или подальны физиологические рефлексы. Замедлены или ослаблены реакции на внешние раздражители. Затем присоединяются симптомы возбуждения ЦНС. Это мозговой монотонный крик. Ребенок кричит, не останавливаясь. Однотонным монотонным криком. Напряжение большого ротничка. Повышение мышечного тонуса. Ригидность мышц затылка. И гипертонус мышц разгибательной. Придает позу фиктовальщика. Выражено двигательное беспокойство. Тремор подбородка. Конечности. Повышенная реакция на внешние раздражители. Физиологические рефлексы чаще повышены. И могут возникать спонтанно. Температура тела неустойчивая. Дыхание аритмичное. Судорожное. Поверностное. Стонущее. Учащенное. Может быть апноэ. Нарушение сердечно-сосудистой системы. В восстановительном периоде. Постепенное угасание патологических неврологических симптомов. В периоде остаточных явлений у детей часто выявляется гидроцефальный гипертензионный синдром. Задержка речевого и умственного развития. Могут развиваться психоневрологические заболевания. Олигофрения. Эпилепсия. Детский церебральный паралич. Парезы. Параличи. Основные принципы лечения внутричерепно-родовой травмы. В остром периоде. Это охранительный режим. Максимально щадящая осмотра. Сведение до максимума болезненных назначений. Иначе это полусизватель. Лечебно-охранительный режим. Он играет очень большое значение. Выхаживание таких детей. При тяжелом состоянии. Целесообразная постановка двух артериальных катетеров. Нужно дать ребенку медикаментозный сон. Противосудорожную терапию. Фенобарбитал. Аминозин. Седуксин. Пипальфендра. Перидол. Сосудоукрепляющие препараты. Это витамины К. Рутин. Глюканат кальция. Аскорбиновую кислоту. Снять отек мозга. Дегидратационную терапию. Манитол. Лазикс. Поддерживающий объем циркулирующей крови. Альбумин. Риополиглюкин. И средства, улучшающие процессы метаболизма нервной ткани. Это АТФ, глютаминовая кислота и глюкоза. Помочь родителям восполнить дефицит знаний о факторах, рисках развития родовой травмы. Создать условия комфортные для ребенка в пите. Поддерживать оптимальный температурный режим. Создать возвышенное положение в кроватке головы. Использовать теплое стерильное белье. Соблюдать асептику и антисептику. Обращаться с ребенком с большой осторожностью по возможности не вынимать из кроватки. Проводить мониторирование состояния. Контроль массы тела. Количество выпитой и получаемой жидкости. Температура тела каждые 2 часа. Смена положения и ревизии туалет кожных покровов, слизистых оболочек. То есть очень важное значение выхаживания на вооруженных, травмированных. Родовая травма и перелома костей. Перелом плечевой и бедренной кости. Происходит чаще при извлечении крупного плода. Перелом плечевой и бедренной кости часто сопровождается смещением костных отломков и кровоизлиянием в окружающую ткань. Основные клинические признаки. Отсутствие свободных движений, конечностей на стороне повреждения. Отсутствие рефлекса МАРО. Повреждение соответствующего нерва. Реже встречаются переломы ребер, локтевых, лучевых и костей голени. Диагноз останавливается на основании рентгенологического обследования, а лечение ортопедическое. Вот вы видите здесь перелом. Бедренные кости, лучевые кости. Положение ребёнка. Как выхаживается он. Перелом ключицы. Это наиболее частый вид родовых переломов. Локализуется чаще в средней третьей ключице. Клинические характеризуются беспокойством ребёнка в первые часы и дни жизни. Припухлостью мягких тканей в области ключицы. Более глубокая шейная складка на стороне повреждения. Отсутствие свободного движения руки на стороне повреждения. Крепитация и деформация ключицы при пальпации. Отсутствие рефлекса моро на стороне перелома. Особенность течения подноскосничного перелома ключицы по типу зелёной веточки. Двигательные активности рефлекса моро сохранены. Смещение осколков не отмечается. В дальнейшем образуется костная мозоль в виде опухоли. Они имеют скудную симптоматику и часто остаются незамеченными. Лечение. При смещённых переломах иммобилизация области перелома мягкой ткани повязкой типа ДИЗО с ватномарливым шарликом, валиком подмышечной патиной в течение 5-7 дней до образования костной мозоли. При переломах без смещения бережное пеленание ребёнка, исключающее травматизацию повреждённой ключицы. Рекомендуется динамическое наблюдение ребёнка ортопедом. Прогноз благоприятный. Вот вы видите, у ребёнка наложена повязка по ДИЗО. Это происходило при усиленной ретракции ребёнка при рождении. Родовая травма и повреждения мягких тканей. Чаще отмечаются повреждения груди на ключичной сосцевидной мышце, которая может привести к развитию ребёнка кривошеи. Реже повреждаются трапециевидные, дельтовидные и жевательные. Повреждения мышц могут произойти при естественных родах, но чаще при ягодичном предлежании и наложении акушерских щипцов. Клиника. В месте повреждения образуется вздутие величиной с лесной орех при пальпации твёрдой консистенции. При повреждении груди на ключичной сосцевидной мышце, головка наклонена в больную сторону, а лицо повёртанную в сторону. Кривошея отмечается. Лечение консервативное. Создание корригирующего положения головы. Местное применение сухого тепла или согревающих компрессов. И физиотерапевтические процедуры. Массаж, лечебная физкультура в более позднем периоде. Родовая травма и повреждения внутренних органов. Повреждения внутренних органов встречаются редко. Происходят в результате стремительных ротов при узком тазе женщины при применении акушерских пособий. Встречаются разрывы внутренних органов. Это селезёнки, почки, печени. Кровозлияние в надпочнике или паранифральную клетчатку. И кровозлияние в лёгких. Клинические признаки, указывающие на кровотечение. Это состояние тяжёлое. Ребёнок апатичен, плохо сосёт. Кожные покровы резко бледные. Тахикардия и тахипное. Необходимо при разрыве печени и селезёнки своевременное хирургическое вмешательство. Наша лекция закончена. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы! Продолжение следует...